ребята всем привет с вами Вика я живу 20 лет в Германии сейчас мы с вами находимся на моей родине в городе Симпалатинск в Казахстане и мы приехали под мост здесь построили новую набережную смотрите сколько здесь здесь сколько народу сейчас я вас переключу в общем вот здесь находится Иртыш здесь набережная мы первый раз здесь ее построили в этом году или в прошлом ой сколько цветов мы нашли здесь туалет сразу а здесь вот реально подвесной мост над нами сейчас мы отойдем я вам его покажу мы сейчас с Мариной сын и с Антоном Левка остался дома он не знал что мы сюда пойдем потому что мы по сути просто пошли провожать позвонила Инна и как бы мы встретились вот посмотрите у нас здесь подвесной мост как в Турции огромный так я вижу Антона и да сейчас мы встретимся с остальными здесь вот кафешка какая-то интересная мороженое продается ассортимент вот идем гулять подальше в мост сниму так лучше видно красота скажите наша компашка впереди идет на машинах будем кататься смотри какие тачки стоят а может быть ведь вот сейчас мечта моя сбылась сделали такие машинки что мой пупец поместился реакция моя ну говорите ну и вот обсуждаем что все красиво вот это зачем бурья вас не удивило сейчас ничего а что нас должно было удивить что-то так быстро приехало ой такая машина моя мечта сбылась на что на розовенькой на розовенькой быстренько вот когда я маленькая была таких машинок не было сейчас есть но выглядит чуть-чуть что Субтитры сделал DimaTorzok Все говорят, что здесь холодно, а мне хорошо. Днем было жарко, а сейчас вот прям моя температура градусов 19. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы на Эртыш собрались, я купаться. Люди в кофте. А мы посмотреть. Да, поиздеваться. Не, ну если сильно холодно будет, я не буду купаться. А если еще нормально. Я зимой купалась на Эртыша, мне не страшно. А мы летом не купаемся. Ребята, всем привет, с вами Вика. Я живу 20 лет в Германии, о том и рассказываю. Сейчас мы находимся в Симпалатинске, в Казахстане. Вот Мариночка идет. На улице у нас 21 градус, пасмурно. Но мы идем на Эртыш, ничего не знаю. Ну как в святой воде не искупаться. Я один раз была за все это время и только ножки намочила. Сейчас, если будет не сильно холодно, я искупаюсь. Здесь люди идут в кофту, худи. А я иду в платье. Мне жарко. Мне все время здесь жарко. И все удивляются. Я хожу в одном платье. Я еще кофту ни разу одела. Один раз или надела и сняла. Потому что мне нужно было идти в душ. Мне было настолько жарко, я же вся мокрая была. Вот такие у нас дела сегодня. Вот самое оно преследует меня. Это туча сегодня весь день. Так, здесь у нас знаменитый Виктор, пекарня. Здесь все очень вкусно. Вот так вот здесь везде стоят дыни, арбузы продаются. Мы купили дыню вчера с Леоном. И только папе чуть-чуть отвезли. А наша стоит в холодильнике, никто не хочет. Ну, главное купить же, да? Как мимо пройти и дыню не купить? Так, давай, проезжай. Вы знаете, мне один раз, 11 лет назад, когда я была в Казахстане, вот так сбил грузовик. Ну, как сбил? Я мимо проходила, а он сдал назад. И у меня такое растяжение связок было сильное. Я так долго потом лечилась. Поэтому я теперь очень-очень осторожно. А тем более здесь, ну, как бы нужно глаза, уши, все органы чувств напрягать, когда идешь по улице. Потому что неизвестно. То на велики наедут, то люди собьют, то машины едут, то вот как бы идешь-идешь, тут раз и лужится. Но к этому привыкаешь. То есть вот через неделю-две это уже все будет на автомате идти. Но сейчас надо смотреть. Вот ждут меня там уже, психуют. Ну что, что, иду, иду. Ты парикмахерскую нашел? Да? К стоматологу тебе. Что? К стоматологу. К стоматологу? Нет. Мне не нужен стоматолог. Стоматолог. Не, спасибо. Не сегодня. Почему? Должна была взять с собой воду 40 градусов, чтобы смогла испытать воду. А где магазин? Прошли минуту, чтобы испытать воду. Изнутри погреться, да? Да. Да. Когда я маленькая была, мне казалось, это здание такое огромное. Не, нам же прямо, по-моему, да, или нет? Ну, давай по той улице. Давай. О, красный свет. Все стоят, ждут. Иначе штраф будет. Вот опять мы арбузы увидели. 70 тенге килограмма они стоят, ребята. Сколько? Пятьсот? Пятьсот к одному? Это я про евро говорю. Ой, как часто я раньше ходила по этой дороге на Иртыш. Все лето, каждый день. И чаще всего по секрету. Потому что меня не отпускали. На Иртыш, это река большая, опасная, с течением. Вот. И я ходила по секрету. Переодевалась в подъезде. Ну, там, где придется, знаете. Вот. И ходила. Научилась плавать. Я научилась плавать в 13 лет, представляете? Вот из тех пор, вот до 20, сколько я здесь жила. Все. Иртыш, святая вода. Купаемся. Так, еще я хотела на какой-то комментарий ответить. Спрашивали, та квартира, в которой мы сейчас находимся, ребята. Это наше семейное гнездо. Там эту квартиру бабушка с дедушкой получили по молодости. Папе, по-моему, было лет 10, а Марине года 4 было. Получается, папа с Мариной там выросли. И я в этой квартире жила лет в 13, наверное. Ну, там бабушка у меня была. Потом я вот рассказывала. Ну, кто не знает, что родители у меня развелись, когда мне было 6-7. И после я жила с бабушкой. Вот. Да. Где-то как-то так. С прабабушкой. С бабушкой. Я вас сейчас запутаю. Я сама запуталась. В общем, с 13 лет я живу с бабушкой и с дедушкой, как с официальными опекунами, что ли, так сказать. Вот. А у Мариночки своя квартира, у папы своя квартира. И, к сожалению, к моему большому, к нашему, ко всему большому сожалению, эта квартира будет продаваться после того, как мы уедем. То есть, ну, она ждала, по сути, нас, чтобы мы последние две недели, ну, я, по крайней мере, в своей жизни побыла в родительском доме. Вот. А как только мы уедем, квартиру будем продавать. Жалко, ну, вот такая ситуация складывается. Вот. Ответила на комментарии. Так, а здесь я вам сейчас покажу. Вот вы видите Батырвип. Вот эти дома. Я вам скажу, что здесь раньше был парк Буратино. Помните, чертово колесо стояло? Оно уже давно не работало. Лет 10-15, наверное. И теперь вот этот парк, получается, превратили в ресторан и жилой комплекс. Все, парка нет. А здесь вот район 20-й школы. Сейчас у Марины спросила, как это называется. Район 20-й школы. Вот, Леон Иванович. Ребята, мы, по-моему, себе щенка завели. Идет уже метров 500 с нами. И через дорогу, и весь день отстает. Такая лапа, вообще не могу. На Джек Рассел, по-моему, похоже. Ну, конечно, это дворняга. Весь такой замученный. Ну, видно, что еще щенок. Такой весь неуклюжий. Идет прям вот как будто наш. Да? Красавчик. Домой заберу. Украду. Ну что такое? Ну что, ну что, ну что? Это моя собака, да? Здесь вот, если я не ошибаюсь, стадион. А вот он так и называется, пищевик. Помните, здесь вот больное поле было? Наверное, есть, я не знаю. Каток. Ждет, стоит меня. Ты меня ждешь, да? Ты меня ждешь, моя прелесть. Ты мой хороший, ты меня ждешь. Ребята. Я не знаю, он меня победил. Он меня победил. Смотрите, я стою, он сидит. Ну что делать? Я хочу собачку. Смотрите дальше. Я не знаю, что происходит. Он такой милый. Я уже иду, думаю, как можно паспорт ему оформить, чтобы его с тобой забрать. Но он же чей-то, наверное, видно, что он ухоженный. О, прелесть, моя любовь. Нет, видишь, он к другим не идет, он только с нами идет. Мы дошли до пляжа Заря. Здесь все облагородили. Там даже капешка какая-то, наверное, была летом. Сейчас уже, ребята, не сезон. Я думаю, что до середины августа, наверное, еще что-то. А после уже нет. Плитку здесь положили. Так, мне надо срочно дать имя своей собаке. Это девочка. Ой, такая лапа. Так, смотрите, пляж Заря. Здесь песочек. Ну, конечно, сейчас здесь уже не сезон, наверное. Не все так красиво будет. Вода ушла, кстати, опять. Ой-ой-ой, лишь бы не упасть. Вот, видео снимаю так, как иду. Длительное, без обработки, без ничего, ребятки. Вот когда-то здесь был иртыш. Вот здесь вот был иртыш. Ой, какая прелесть, какая красота. Все, вместо юности моей. О, камера передает эту красоту. Бомбически. Такие облака. Вода, отражение. А-а-а, все, как мы любим. Мы идем искать жопу с собой. Завтра мы собираемся ехать на дачу к Мариночке с Игорем, гримить. И Лев, он пообещал, что замаринует нам шашлык. В общем, да, мы идем искать специи. Он мне их прочитал на немецком языке. Я говорю, там в списке жопу с собой не хватает. Не знаю, как мы это сейчас все найдем. Ну ига. В общем, ребята, я не искупалась. Только по колено зашла в воду. Там камни острые были. Я побоялась. Ну и там люди были еще. Никто не купался. И что-то я как-то струсила. Ну и я завтра на даче скупаюсь. Вот. И сейчас идем. Идем варай за мясом. И за специями на шашлык на завтрак. Я сегодня потеряла. Вот это вот со вчерашнего. А это сегодняшнее. Это чисто филе. Представляете? Вот это все водка. У нас, мне кажется, сортов пять ее. У нас вина меньше, чем здесь сортов водки. Сейчас вот этот шкаф так стоит. Ага. От первого года надо абсолютно. Да, вот это. Ага. Здесь. Даже я не буду приближать название в шоке. Ну-ка, отойдите-ка. Вот. Как это? Зачем столько сортов? Даже мароша какая-то есть. Золото. Хартиция. Куац-кац. Хаомах. Хаомах вкусная, да, говорят? Какая отлично. Я попробую. Я сейчас голос слышала сзади меня. Кто? Нет, смотри, вон. Так, рубрика, что купила? Почему купили? Чак-чак. Я в прошлый раз его здесь ела, он мне так понравился. Купили Егельмайстер. 56 трав. Это у нас что? Это эликсир. Эликсир молодости и здоровья. Не помню, как он называется. Так, шампанское Асти Белбоско. Белбоско. А, кстати, Асти у нас тоже очень хорошее шампанское считается. Леон купил на шашлык чим-чим своего соуса. Потом я очень хотела пироль, а пироль я не нашла. Я знаю, что он здесь есть. Я его видела в прошлые разы, но в других магазинах. Почему-то мне хочется напиток с апельсином или с грейпфруктом. Потом мы купили чай черный на маринад шашлыка. Леон нам сейчас будет шашлык мариновать. Вот здесь у нас мясо шея 2 килограмма. И купили мы какие-то... Обожаю вот эти пакетики, как шуршат вафли. Марина сказала, что мы супердорого их купили. А еще где-то была халва. Леон, куда ты халву дел? В пакетики. А еще я купила пикник. Это наша шоколадка с детства. Она похожа на ту? Похожа. Да? От Альпенгольд. У нас есть, интересно, в Германии кто-то видел пикник? Я не видела. Вот она моя халва. Вкусная. Альпенгольд. Альпенгольд. Продолжение следует...